Дезинформация или тревожный сигнал после жалоб на тяжелое положение зверей нефтегорский зоопарк проверяет прокуратура. Зарплата медработников в Самарской области в следующем году вырастет. На эти цели выделено 3 миллиарда рублей федеральных средств. Чтобы сугробы не встали на пути к спортивной карьере в Самарском спортивном лице, на помощь дворникам пришел новый снегоуборщик. Проверить силы и получить бонус к ЕГЭ больше 13 тысяч выпускников Самарской области сегодня писали итоговое сочинение. Семьи, воспитывающие приемных детей, приравняют к многодетным. Какие льготы они получат, знает наш корреспондент. Новый год приближается. Все признаки налицо в Самару идут. Крепкие морозы. По прогнозам синоптиков, в ночь на 8 декабря температура воздуха опустится до минус 24 градусов. Днем потеплеет до минус 15. Как раз можно будет отправиться на площадь Куйбышева, где уже установили главную новогоднюю елку. В этом году ее высота больше 20 метров. При сборке ели ни одно живое дерево не пострадало. В конструкции используются искусственные ветки. Всего их больше полутора тысяч. Сейчас рабочие завершают украшение ели новогодней иллюминации. В грядущую пятницу на ветке повесят еще и 600 шаров. Позже вокруг елки планируют построить городок из ледовых скульптур. Ледовые фигуры, они у нас будут выполняться мастерами из Санкт-Петербурга. Это очень профессиональный коллектив. Их будет порядка 8-9 фигур, каждая высотой свыше 2 метров. И окружено все будет, как мы всегда это оформляем, площадь, ледовым панно-борельефом. Ну а тему вы сами увидите, наверное, в самое ближайшее время, какая будет отражена. Это основные события уходящего и грядущего года. Приступили к монтажу фигур свеча, их 28 штук на этой елке, бус и гирлянд. Их 1250 метров нужно разместить на этой елке. Сегодня-завтра мы эту работу завершаем. Помимо главной елки Самары в городе устроят, украсит парки и улицы. Чтобы создать в Самаре новогоднее настроение, потребуется несколько сотен километров гирлянды. Общественники проверяют, насколько готовы самарские парки к Новому году. Вместе с ними праздничными огнями любовался Андрей Горгуленко. Километровый каток, ель в игрушках, гирлянды на деревьях центральной аллеи. Парк Гагарина как декорация к рождественским фильмам, говорят общественники. Они приехали проверить, как готовят самарские парки и скверы к Новому году. В этом году как никогда рано все это происходит, подготовка. Очень радует, что зима в этом году настоящая русская, немножко раньше. Поэтому удается залить катки, практически готова елка. То есть вот состояние этого парка я оцениваю прямо практически готовым. В этом году украшение парков это не просто обязанность, а конкурс. И потому к процессу декораторы подходят креативно, приятно удивляя горожан. Мы объявили конкурс среди управляющих парками на лучшую елку, которая будет представлена. То есть каждый управляющий и его коллектив выразят свое отношение к парку. И это будет индивидуальная елка в каждом парке. В самарских парках установят 8 елок. Три из них живые в Молодежном, Струковском и на Воронежских озерах. Зальют и три катка. В парках Победы, Гагарина и Дружбы. Улицы города засверкают иллюминации. Украшаются не только парки, но и скверы города. У нас бульвар Старозагор в этом году украшен. Есть светодиодные элементы на деревьях и на фонтанах. Установлены также светящиеся конструкции в виде искусственных фонтанов световых. Обещают, что уже к 10 декабря в каждом городском парке будет создано новогоднее настроение. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В погоне за зрелищами забыли о хлебе. В социальных сетях появилась информация, что в Нефтегорском передвижном зоопарке якобы жестоко обращаются с животными. И некоторые питомцы даже умерли от голода и холода. В Нефтегорск сегодня отправилась с проверкой прокуратуры, а также наша съемочная группа. Олеся Корецкая продолжит. Жестокое обращение с животными заподозрили местные жители. Они же обратились в полицию и прокуратуру. Люди пожаловались, что животные имеют изможденный вид и все время кричат. Сегодня с проверкой прибыли представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также представители ветеринарной службы. Передвижной зоопарк работает в Нефтегорске второй месяц. Документы на животных, паспорта и ветеринарные справки сотрудники зоопарка показывают на месте. Но общаться на камеру не желают. Зоопарк принадлежит частному предпринимателю. Здесь 16 зверей – бурые медведи, рысь, канадские волки, енотовидные собаки, пони, кролики. Есть и экзотические – львица и тигр. Сотрудники зоопарка утверждают – паника в интернете надуманная. Животных кормят хорошо – мясом и комбикормом. Клетки чистят регулярно и все правила передвижных зоопарков соблюдают. Не надо меня снимать. Что ты меня снимаешь? Ну как вот часто вы кормите мясо? Мы покупаем коровки. Внешне звери выглядят здоровыми. Животных осматривают ветеринары. Нареканий нет. По первым итогам прокуратура нарушений в работе зоопарка не нашла. На сегодняшний момент общий вывод специалистов, участвовавших в проверке, что угрозы жизни, здоровью этих животных или распространения каких-то инфекционных или иных заболеваний в результате их нахождения в зоопарке не выявлено. Кормление животных осуществляется, уход за ними осуществляется. В ближайшее время прокуратура проверит документы на размещение передвижного зоопарка именно в этом месте, вблизи жилых домов. Также необходимо получить заключение специалистов из ветеринарной службы о состоянии здоровья животных. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Техника на страже чистоты школьных дорожек. Снегуборочные машины помогают школам и детским садам очищать от снега территорию. Новую технику учебные заведения Самары получили на вооружение в прошлом году. Как они проявляют себя в деле сегодня, увидела Валерия Макарова. Включили пуск. Завели. Включили движение. Поехали. И снег теперь не страшен. Эта машина территорию лицея может почистить за полтора часа. У дворников с лопатами на это уходило два дня. А в снежные зимы к уборке территории подключались даже учителя. Приходилось всем сотрудникам выходить, брать лопаты. И мы женщины, как в той песне, да, женщины копали. Приходилось убирать снег, конечно, тяжело, тяжело. А на сегодняшний день проблем нет. Без поломок и проблем машина служит уже второй сезон. Лицею ее подарили городские власти в прошлом году. Тогда муниципалитет приобрел 181 снеготбрасыватель. Их распределили по школам, детским садам и центрам дополнительного образования. После снегопада мы можем спокойно. Мы знаем, что попадем в школу. Потому что всегда чисто, уже полвосьмого, уже все очищено. Можно пройти без всяких проблем. Вот в школу и оставить ребенка. До звонка на первый урок успевают расчистить не только дорогу к лицею, но и тротуар перед ним. Так что снеготбрасыватель стал настоящим спасением. А кроме того, машина проста в обслуживании и бензина требует мало. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Честь и бесчестье. Опыты и ошибки. Победа и поражение. Философские дилеммы озадачили сегодня выпускников. Больше 13 тысяч ребят Самарской области писали сочинения. Это так называемый допуск к государственной итоговой аттестации. Со следующего года результаты этого испытания будут учтены при поступлении в ВУЗ. За несколько минут до звонка с учениками встретилась Марьяна Мирная. Для 11-ти классницы Дарины Чепруновой тема «Разум и чувства» оказалась близка. Будущий учитель физкультуры точно знает, что во время учебы отвлекаться нельзя. Но иногда эмоции берут верх. У меня были такие ситуации, что и по поводу той же любви я могла руководствоваться сердцем, но понимала, что для меня это будет не совсем важно и на тот момент не совсем важно. То есть мы должны быть о другом, но, как говорится, с сердцем не справишься. За 3 часа 55 минут ребята должны написать сочинение или изложение. При этом в тексте должно быть не менее 250 слов. К критериям оценки относятся также соответствие теме, аргументированность суждений и самостоятельность. Работы оценят по системе зачет-незачет. Следующий шаг, который должен быть сделан, критерии должны увеличиваться, изменяться в сторону грамотности речи. Потому что на сегодняшний день, если ребенок выполнил первые два критерия и еще один любой другой, но написал неграмотно, он все равно получит зачет. Вот следующий шаг, когда мы перейдем ко всему, так сказать, другому, другой проверке этих сочинений. Результаты экзамена подведут 22 декабря. Те, кто по каким-то причинам не смог написать сочинение или не справился с заданием, получат второй шанс. Им можно будет воспользоваться 1 февраля или 3 мая. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Многодетных родителей в Самарской области станет больше семьи, в которых 3 и более детей, в том числе и приемных, приравняют к многодетным. Проект закона одобрили на внеочередном заседании областного правительства. Сейчас в регионе таких семей около 450. Они будут пользоваться дополнительными льготами, которые предоставляют регион для многодетных. Это ежемесячные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсация расходов на проезд для детей на городском транспорте и пригородных автобусах, бесплатная выдача лекарств детям до 6 лет. Кроме того, все дети-сироты, которые растут в приемных семьях и воспитываются опекунами, к окончанию школы будут получать единовременные выплаты по 5 тысяч рублей. Этот законопроект тоже одобрен региональным кабинетом министров. Семьи, в которых есть трое и более детей, в том числе приемных, будут приравнены к многодетным. Кроме того, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но устроенные в замещающие семьи к окончанию общеобразовательного учреждения будут получать единовременную денежную выплату. Многодетные семьи имеют право на дополнительные меры социальной поддержки, которые на региональном уровне закреплены в законе Самарской области. За автолюбителями на самарских дорогах будут следить еще пристальнее. На 53 перекрестках установят камеры видеонаблюдения. В какую сумму обойдется закупка оборудования, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дороже всего продать за 62 рубля 54 копейки. Каждая третья бутылка полусладкого шампанского в стране подделка. Таковы результаты исследования, проведенного Роскачеством. Специалисты отмечают, чаще всего в бутылках игристого вина находят искусственные газы и сахар. На фальсификате попались больше 10 марок. Цены на авиабилеты по России сократились на 7%. Средняя цена по направлениям внутри страны составляет 14,5 тысяч рублей. А в Самаре на 53 перекрестках установят камеры видеонаблюдения. На закупку аппаратуры уйдет примерно 100 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордо стоит часовой величавый. В Самаре прошел 9-й областной смотр часовых постов номер 1. 16 стройвых групп со всей области боролись за звание лучших почетных караулов в Самарской области. Кто виртуознее всех владеет приемами с оружием, знает Андрей Горгуленко. Анастасия Кудаяр умело обращается сразу с двумя шашками не хуже опытных казаков. Вместе со своими друзьями из школы номер 170 готовились к смотру почти полгода. Я сразу с двумя училась. Сначала правой, потом левом. Меня учил офицер-роспитатель. Я училась недолго. Но мне очень нравится этим заниматься. На областном смотре часовых постов номер 1 школа номер 170 стала лучшей в номинации плацпарад. Самый сложный и самый красочный. Лучшими поставиками стали курсанты военной кафедры Самарского университета. А в номинации равнения на знамя победили кадеты Сызранской школы номер 14. На наших глазах прям уровень растет, ребята. Конкуренция здоровая присутствует. Победителей сложно выбирать, потому что есть номинации такие, что победителей выбрать в принципе невозможно. Разница между первым и вторым, например, место. Одну очко. Вот. Это уровень очень высокий. Областной смотр часовых постов номер 1 в Самаре проходит уже в девятый раз. В этом году он был посвящен 75-летию эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Почти 2000 преступлений пресечено сотрудниками Федеральной службы войск Национальной гвардии. Управление ведомства по Самарской области подвело итоги работы в 2016 году. Напомним, организация была создана в апреле текущего года. В нее вошли ОМОН, СОБР и УВО. Подразделения охраняют более 5000 объектов и 15000 квартир. Ежедневно в области дежурит 127 групп захвата. Главная задача Нацгвардии – обеспечивать общественный порядок и участвовать в борьбе с терроризмом. Поделились представители Нацгвардии и планами на ближайшее будущее. То есть каждый человек должен знать свою задачу, понимать, где он должен, когда, оказаться, в каком месте, для того, чтобы задача, стоящая перед войсками Национальной гвардии, она была выполнена ровно, в строгом соответствии с и уставом, и законом. А теперь коротко о других темах дня. Трещит по швам. Детское отделение городской поликлиники номер один на Молодежной временно закрыто. Причиной тому появление трещин на несущих стенах зданий на всех этажах. При этом трещины увеличиваются, хотя здание новое. Оно было построено только в 2010 году. Сейчас Министерство здравоохранения области совместно с администрацией поликлиники планирует сделать экспертизу несущих конструкций зданий и фундамента. Пока детей принимают в здании взрослой поликлиники на улице Тополей, 12 и в отделении на 18-м километре Московского шоссе. Обнародован эскизный проект Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре. Представлен фасад нового здания, а также известно, что будет находиться на всех трех этажах. 20 рядов трибун будут располагаться со стороны главного входа по улице Молодогвардейской. Еще 10 рядов со стороны Волги. Такой подход обеспечит хорошую видимость и позволит проводить во дворце не только спортивные соревнования, но и зрелищные концерты. Прокатиться с ветерком на Московском шоссе появится интеллектуальная система управления движением. Подведены итоги аукциона по выполнению первого этапа устройства системы. Компания «Победитель» должна будет запустить оборудование на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова, а также на перекрестке улиц Новосадовой и Полевой до 1 ноября 2017 года. На это из областной казны выделят 48,5 миллионов рублей. Уникальный мотострелковый батальон появился в губернии в составе мотострелкового соединения Центрального военного округа. Вместо привычных тяжелых бронетранспортеров оно будет полностью оснащено автомобилями УАЗ «Патриот», на вооружении которых имеются пулеметы «Калашникова» и другое оружие. Новое подразделение позволит в разы повысить маневренность и мобильность бригады при действиях в населенных пунктах, проводить молниеносные налеты на противника с флангов и незащищенных позиций. В субботу 9 декабря в День Героев Отечества из Самары и села Георгиевка в Сызрань отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс». Более 300 учащихся вместе с преподавателями и родителями посетят крупнейшие производства Самарского региона, Сызранскую ГЭС и Высшее военное авиационное училище летчиков. Юные туристы познакомятся с историей Сызрани и его достопримечательностями. В 2017 году медработникам Самарской области поднимут зарплату. Такую информацию сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Виктор Мокшин. В следующем году из федерального бюджета Самарская область получит порядка 30 миллиардов, из которых 3 дополнительно. Весь прирост практически этих средств предполагается направить на повышение заработной платы медицинским работникам. Всем категориям. В 2017 году врачи должны получать 180% от средней заработной платы по региону. Кроме того, областной фонд обязательного медстрахования отчитался об итогах работы. В этом году в 2016 создан так называемый нормированный страховой запас. Туда поступают средства от штрафов за некачественную медпомощь. 77 миллионов рублей в этом году. Эти деньги потратили на закупку нового оборудования и ремонт старого. Так, для Кошкинской районной больницы приобрели рентген-флюорограф в Самарскую поликлинику номер 14 и другие аппараты для ряда больниц. Сейчас формируется список на следующий год. Настоящую новогоднюю сказку устроили для детей с ограниченными возможностями здоровья в театре Самарская площадь. Подвижные игры, киносеанс и сладкие подарки. Основной интригой дня стал конкурс на лучшую творческую работу. Ребята приготовили свои рисунки и поделки. Кто победил, знает Лариса Шалафаст. Яркие рисунки, мягкие игрушки и поделки. На выставке представлены лучшие творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия Бегун представила на выставку сказочный домик. Воплотить задумку в жизнь девочке помогали родители. Мы заставили папу придумать нам, как сделать каркас. Из того, что было, собрали. Где-то там кусочек синтепона, где-то снежинки нашли. Ребята готовили свои конкурсные работы в течение месяца. Лучших на районном этапе выбрали в центрах семья. В финале на выставке больше сотни экспонатов. Праздник проходит при поддержке городских общественных организаций «Общество инвалидов» и «Союз женщин Самары». Подарки организаторы подготовили для каждого. Очень приятно, что такие дети, эта категория особых детей не остается без внимания. Мы приготовили победителям этого конкурса вот такие подарки. Это подарочные сертификаты. Каждая мама, родственник с ребенком пойдут и выберут то, что хочет ребенок. После подведения итогов участников выставки ждали подвижные игры со сказочными персонажами. Раз, два, раз, два. Вот и кончилось утро. Лариса Шлафас, Сергей Баскин. События. Интересные факты о строителях земли Самарской. В городе продолжается цикл лекций, посвященный его истории. Просветительские встречи организованы Самарской газетой. И на этот раз горожанам рассказали о знаменитых архитекторах, меценатах и политических деятелях, благодаря которым в городе построены десятки зданий. Много нового о Самаре узнала и Лариса Шлафаст. Об истории города и о людях, которые его создавали, слушателям рассказывает краевед Александр Житков. Тема лекции в этот раз строители земли Самарской. Выдающиеся архитекторы, меценаты и политические деятели. Среди них Антон Шахабалов, на чьи средства в Самаре были построены храмы, приюты и школы в 19 веке. И Алексей Росовский, благодаря которому уже в 20 веке построены Южный мост, Речной вокзал, Сум-Самара и Ледовый дворец на Молодогвардейской. То, как его построил Росовский, с какой скоростью это было сделано. Вот это вот и меня до сих пор удивляет. И тех, ну в общем-то мало кто об этом знает, с какой скоростью его строили. Его построили фактически за год. Ну сейчас так не строят. Вот хотелось бы на примере Росовского и каких-то зданий, и там сооружений построенных, обратить просто внимание, как все строилось, как все создавалось. Это уже 16-я открытая лекция для горожан и равнодушных к истории родного города. Ранее на лекциях рассказывали о мистических местах Самары, о самарском мещанстве и самарской крепости. Многие слушатели посещают каждую лекцию. Из истории Самары очень много узнало нового. Одно дело в книгах, другое дело от людей, которые занимаются краеведением, историки, то есть непосредственно с ними общение. Поэтому очень много. Какие-то нюансы, такие, которые ты действительно не прочитаешь. До конца года самарцы смогут послушать еще две исторические лекции. Они пройдут в 25-й библиотеке. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Победа с разгромным счетом. Баскетболисты клуба Самара набрали рекордное для себя количество очков. Новости спорта продолжат эфир. Я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Баскетболисты клуба Самара с разгромным счетом обыграли Рязань в матче чемпионата Суперлиги. Решающий удар самарцы нанесли сопернику во второй четверти. Точными бросками из-за трехочковой линии отличились Александр Корчагин, Алексей Зазулин, Максим Числов, Дмитрий Головин, Алексей Чиликин. На перерыв команду ушли со счетом 51-25 в пользу Самары. Есть причины у нас определенные для такой невнятной игры. Количество народа у нас ограничено. Действительно, там играем в шестером. Уже там десятую игру шесть человек. Им тяжело, конечно, играть. Преимущество самарских баскетболистов продолжало расти и во второй половине матча. Концовку хозяева паркета провели уверенно. Играли в свое удовольствие, побаловав зрителей эффектным баскетболом. В защите стояли стеной, не нарушая при этом правил. В атаке игроки радовали индивидуальным мастерством и снайперскими бросками в кольцо. Мы работаем над этим каждую тренировку, выкладываемся. Но, тем не менее, могу отметить, что все равно есть над чем работать. Взаимопонимание приходит. Сейчас очень интересный чемпионат и нету слабых команд. Можно ожидать сюрприза от любой. Поэтому нужно готовиться, работать. И я надеюсь, что это даст результат. В итоге Самара без видимых проблем довела игру до самой крупной в текущем сезоне победы – 94-56. Установив при этом два клубных рекорда – максимально набранное количество очков за матч и максимальная разница в счете – 38 очков. Проиграли. Видно даже по счету. Обидно, что много. Первые четверти сражались, то потом, можно сказать, нисколько потели, не забивали свои броски из-под кольца, там, свободные броски. Позволяли очень много забивать легких очков в Самаре. Убегали и теряли игрока, и нам забивали. Нас наказывали за это. Первой звездой матча стал самарский баскетболист Константин Кадыков и его 16 набранных очков. Из них 4 трехочковые плюс 2 подбора. Уровень нашей Суперлиги. Одна команда полсилы играет и выигрывает почти 40 очков. Впереди все остальные матчи. Это с Сахалином, это с Владивостоком и кубковая игра с Ревдой. Там, естественно, будет совсем по-другому игра складываться. После своей победы Самарский клуб поднялся на четвертое место в Суперлиге. Соперник же опустился на предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Лидер чемпионата страны Новосибирск. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok